Игромания представляет Первый трейлер сделали за несколько сотен фунтов, а Motion Capture записали прямо в офисе с помощью разного хлама с барахолки. Шаг за шагом Hellblade дотянула аж до самого релиза. Недостаток денег или рук и вправду почти не ощущается. Здешний мир выглядит восхитительно, а лицо и мимика героини словно настоящее. Звучит игра тоже лучше многих. Здесь и отличная музыка, и хваленый бинауральный звук, когда понятно, где его источник. Только вот проекта мечты все равно не получилось. И, что забавно, большая часть проблем не так уж зависела от бюджета. Подвел игру геймдизайн. Правда, благодаря умению Ninja Theory рассказывать истории и нагнетать атмосферу, поначалу это практически незаметно. Сюжет основан на скандинавской мифологии. Девушка по имени Сенуа всю жизнь страдала от проклятия, или, проще говоря, психоза. От сумасшедшей героини отвернулись все, кроме ее возлюбленного. Так что, когда его убили, Сенуа отправилась прямиком в мир мертвых за душой единственного близкого человека, навстречу монстрам и собственным страхам. Вырисовывается целая история жизни одного несчастного человека. Причем история с серьезным посылом. О том, как тяжело жить с психическими заболеваниями среди настоящих монстров, обычных людей. Хеллблейд даже не столько про сюжет, сколько про эмоции героини в атмосфере полного сумасшествия. Во-первых, Сенуа слышит голоса. Множество голосов, причем постоянно. Идут они с разных сторон, спасибо объемному звуку. Смеются, спорят, сбивают с толку. В общем, всячески нагнетают атмосферу. Во-вторых, здесь все время происходит что-то безумное. Крики, иллюзии, меняющиеся на глазах локации. Есть даже море мертвых с горами из тел, чьи руки непрерывно тянутся к Сенуа. Условно игру можно разделить на две половины. Головоломки и сражения. На первый взгляд с ними все замечательно. Бои выстроены по классической схеме. Есть тяжелые и легкие атаки, рукопашные удары, уклонения, блок, парирование и замедление времени. Враги тоже разные. И обычные с мечами, и тяжелые с секирами, и викинги со щитами, и шустрые товарищи с метательными топориками. Есть даже боссы с уникальным набором атак и уязвимостей. Казалось бы, все прекрасно. Такое же впечатление складывается и в исследованиях. Игроку приходится искать скрытые символы, смотреть на объекты под определенным углом, чтобы сложить из них картинку. Игроку попадаются задачки, в которых нужно открывать двери в одном мире, чтобы разблокировать проход в другом, и так далее. Только везде вылезают какие-то мелкие недостатки. Во время сражений в тесных пространствах фиксированная камера иногда утыкается в стены, а головоломки раздражают из-за слабого левел-дизайна. Да, уровни выглядят богато, но ради красоты страдает функционал. Какие-то места напоминают нагромождение самых разных объектов, где трудно найти нужный путь. Иногда не совсем понятно, куда можно зайти, а где дорогу преградит невидимая стена. Или проход и вовсе скроет где-нибудь в темноте в углу. При этом геймплею не хватает какой-то изюминки. Сражения интересные, но в них нет простора для экспериментов. Да и задачки не удивляют. Тут открыл дверь, вернулся назад, там открыл дверь, побегал кругами, пока не обнаружил нужный символ и так далее. К тому же игра не всегда поддерживает нужный темп. В какой-то момент вас давят множеством схваток подряд, следом отправляют час блуждать среди головоломок, а потом и вовсе оставляют скучать. Знай себе, беги вперед, слушай голоса. Из-за этого игра местами напоминает многочисленные симуляторы ходьбы. К счастью, общее впечатление спасают выходки психики Сенуа. К тому же механики немного меняются. Когда тебя просят найти символы, убегая по лабиринту от огненного монстра, выходит уже интереснее. В следующий момент разработчики погружают игрока в темноту, заставляя ориентироваться только на звуки. Или поселяют в этой темноте чудовище, которое боится света. Придется беречь факел. Да и сражение в море мертвых – то еще впечатление. К концу истории кажется, что прошел уже все. Огонь, воду и кучу шизофренических испытаний. И это хорошо. Что ж, удался ли эксперимент? Скорее, да, чем нет. Ninja Theory определенно есть чем гордиться. Маленькая команда со скромным бюджетом создала прекрасную игру с морем смелых решений, атмосферой психологического триллера, убедительной картинкой, звуками, историей и механикой. В общем, совершила настоящий подвиг, достойный уважения и восхищения. Только вот Hellblade все равно не получается сравнить с гигантами геймдева, да и не особо-то хочется. У игры особый нрав. Кого-то она оттолкнет стилистикой, кого-то огромным количеством задач и блужданий, кого-то непростым для восприятия сюжетом, да и в плане полировки, постановки и количества деталей игра немного не дотягивает. Но в любом случае других таких проектов пока нет, а последнее слово будет за продажами. Подход Ninja Theory вполне может, если не изменить индустрию в плане экономии, то хотя бы обеспечить безбедное будущее студии. В это хочется верить. Нам уже не терпится увидеть их новую историю.